Всем хай! Сегодня мы с вами будем делать что-то необычное. Я пойду на ночной рынок. Я просто пошла на рынок за косметикой в Таиланде. И было это как-то вот так. Она была экстремалкой или просто не очень умной. Рынки такого плана есть во многих азиатских странах. И я очень много раз слышала о них, и давно на самом деле на такое хотела попасть. Кстати говоря, на таких рынках можно приобрести все, что угодно. Там есть техника, есть аниме, есть кейпоп-мерч. Ну прям очень много одежды, которая, кстати, вызывает очень много вопросов. Мы пришли в шок в магазин Zabu, где, короче, в общем, бренд Dior продается. Если что, мой зуб на одежде с рынка я показывала в прошлом видео. Ну и, конечно же, на таких рынках есть очень много косметики. И сегодня я закупилась и хочу проверить косметику с рынка. Мне достаточно тяжело воспринимать тот факт, что у меня в руках косметика с рынка с Таиланда. Она была полностью паленая вся. Как тебе идти от Huda Beauty? Huda Beauty? Да. Тут еще написано, что у нее есть YouTube. Ой, это Huda Beauty. Но я решила, что я человек взрослый, самостоятельный и могу позволить себе косметику от Huda Beauty. Huda Beauty. Стоимость этой Huda Beauty косметики, что это вообще такое? Средство для бровей, примерно 116 рублей. Но к этому мы еще вернемся. Такие рынки еще называют ночными, а все потому, что на них очень много пали. Здесь можно найти пали огромного количества брендов. Солнце, я нашел то, что тебе нужно. Спасибо. Здесь можно найти пали огромного количества мерча, в том числе мерч Blackpink, да, которые будут называться Blackstring или что-нибудь в таком духе. И, конечно же, здесь очень много паленой косметики. Я хочу протестировать паленую косметику, не знаю, что будет с моей кожей, но надеюсь, что все будет норм. Хотя, есть некоторые слухи о том, что такую косметику делают чуть ли не из дерьма, из какой-то мертвичины, потому что, ну, я не знаю, откуда пошли эти слухи. Возможно, это, конечно, вброс, но посмотрим. Так, ребята, такой очень важный момент. Давайте с вами договоримся, что я себе отдаю отчет в том, что я делаю достаточно опасную для моего возможного здоровья. Хрень, что могут быть огромные последствия для кожи, и никто за это не понесет ответственность. Потому что покупать косметику на рынке, у которой нет сертификатов, разрешений и бла-бла-бла-бла, я не буду нудить, но надеюсь, что все понимают, о чем я говорю. Это, в принципе, достаточно интересная лотерея. Особенно очень важно, хочу подчеркнуть, это касается людей с проблемной кожей, у которых нарушен эпидермальный барьер, у которых очень низкий иммунитет кожи, бла-бла-бла-бла-бла. В общем, лучше не надо, есть полно нормальной косметики в хороших магазинах. Давайте я вообще покажу вам, что я там накупила. Распаковочка фэнси товаров чек. Лот номер один. Вот такой вот сверх архи-крутой набор. Что здесь? А, помад для губ. Я не знаю, зачем мне нужен был такой большой набор, но мне показалось, что он выглядит очень кавай, миленько. Как это было на самом деле? Ну, все вместе краситься будем завтра. Если уж у нас будет где-то аллергия, проблемы с кожей, то не только же у меня. Потом я решила, так как я все-таки визажист... Ой, нет. Потом я решила, так как я все-таки блогер-профессионалка, ну, макияжный там профессионал, экспертная, решила купить себе вот такой вот набор скульптинга. Подарок мне дали два средства, чтобы если меня кусали комары, я могла пользоваться. Это очень мило. Абсолютно неизвестный мне бренд средства для ресниц. В стиле ренессанса. Запомните эти глаза здоровьем. Вот здесь я реально переживаю, потому что я не знаю, как это средство повезет себя на глазах. По стоимости это обошлось мне в 180 рублей. Тени для век. Ну, очень пафосно выглядящий кушон лица. Или возьмем кушон. Смотрите, кушон тоже Huda Beauty имеется. Хорошая ли идея краситься кушоном Huda Beauty с тайского вещевого рынка? Упаковка богатая, дорогая, золотая. По цене... О, кстати, стоит 500 рублей. Я не знаю, насколько это средство будет хорошее, но выглядит оно весьма и весьма неплохо. Внутри был вот такой вот спонжик. Бюджетненький. Здесь у нас тоже зеркальце. И само... Это пудра. Да, это пудра. Ладно, у меня будет две пудры. Вот это я, конечно, обосралась. Наверное, я сейчас все-таки нанесу свой тон, на него нанесу пудру. Но это, конечно, обсирание. В общем, я нанесла тон и на него рыночную пудру. В целом, пудра, ну, как пудра, ничего хорошего и ничего плохого. Как вы знаете, скоро 23 февраля. И я задумалась о подарках для моего парня и друзей. Честно говоря, выбрать было достаточно тяжело. И ходить в магазин мне вообще не хочется, потому что перед праздником, я думаю, вы сами все знаете, что там толпы людей. И вообще выбирать тяжко. Короче, рофл прикол. Я зашла в приложение Яндекс.Маркет и стала искать подарки. Так как тут всегда огромные выборы, можно посмотреть сразу все по всем категориям. И, кстати, тут еще скидочки 80%. И даже дополнительно 10 февраля действует промокод 10Маркет, который дает 10% скидки. На все, кроме техники и электроники. А вот промокод 5Маркет. Дается скидку 5%. И уже на технику. А сейчас я покажу вам, что я заказала в качестве подарков. Так, подождите, подождите. У меня их много. Вот. Первой коробочке у меня были Рафаэлки. Не, ну а что, смотрите, упаковка в виде торта, это же просто удобно, лучше и прекрасно. Кстати, да, для себя это все тоже можно заказать. Если честно, я купила их себе. Ха-ха-ха-ха-ха. Но это я никому не скажу. Вторая коробочка. Здесь уже были вот такие вот наушники. Просто зацените. Они беспроводные. И мне кажется, они должны очень понравиться тому, кому я их подарю. Кстати говоря, выглядят прям реально хайпово. Они, ну, просто типа черные, стильные. Мне нравится. Конечно же, так как я все еще бьюти-блогер, если вы вдруг забыли об этом. Я заказала вот такое вот средство по уходу за волосами. Тоже очень полезно. И мои кореша явно заценят. Короче, ребята, обязательно переходите по ссылке, которую я вам оставляю в описании. И тоже выбирайте подарки для ваших близких. Доставка быстрая, кстати говоря. Хода Бьюти. Такая вот резиночка на ней была. Так, слушайте. Ну, Хода Бьюти, конечно, немножко сдала свои позиции. Вот такой вот косметикой левой. Все еще не понимаю, на самом деле, почему в современном мире существует так много фейковой косметики. Почему это не закрывается? Вы знаете, иной раз ты сейчас выложишь, там, я не знаю, песенку с какими-то авторскими правами. Так да сразу тебе ее вычисляют, сразу все удаляют. А вон левая косметика, как продавец, так продается. Цвет, конечно, не совсем мой. Но у меня что есть выбор? Ну, я не знаю, что можно сделать таким карандашом, потому что он очень мягкий. Он настолько мягкий, что пипец. Если они делают левую косметику, ну почему бы не сделать ее хотя бы нормальной? Зачем очернять бренд? Вот купит какая-нибудь дама себе левую косметику от Хода Бьюти, не понравится ей, потому что говно. А потом она такая, вот когда у нее уже будут деньги, когда уже не захочет покупать фейковую косметику, пойдет в магазин, видит Хода Бьюти, и вспомнит, что однажды на рынке она покупала Хода Бьюти. И она была говно, и не купит уже никогда. Спасибо. Сколько всего мы заплатили за эту косметику? Оно 3000 рублей. Блин, ну это, конечно, 3000 рублей за хрень, которую даже переехать машины жалко, потому что боишься, что машина жирная станет. Ладно, я постараюсь включить весь мой профессионализм, но я боюсь, что мне это не поможет. Ну, кстати, я забыл сказать, там внизу полз червяк. Я его снял и убил. Что ты только что сказал? Внизу полз червяк. Он полз к таракану мертвому. Но я ликвидировал и червяка, и таракана. Спасибо за сообщение про червя. Всегда пожалуйста. Сейчас будет пруф. В общем, в Таиланде мы сняли супердорогую виллу с друзьями, но в этой супердорогой вилле были черви, тараканы и много чего другого. Про это будет отдельный влог. Кстати, брови говно. Я просто не знаю, что выбрать дальше. Ну, давайте попробуем палетку для контуринга. Сейчас сделаем микронос. Потому что палетка такая, ну, как бы уважение вызывает заочно. В отличие от червя, который полз на таракана. Так, ну, здесь у нас как будто бы даже плесень. Упаковочка выглядит вот так вот. Достаточно раздолбанная. Не знаю, видите вы эти царапины или не видите. И очень интересно твое мнение на тему вот этой вот палетки. Это было плохо. Пахнет, знаете, как самая дешевая пудра. Возможно, вот у вас у бабушки или у мамы раньше такая пудра была. Она прям пахнет. Ну, вот старой пудрой. Ну, кто понимает, как описать запах старой пудры. У меня много вопросов, а почему контуринг красный? Нет, он буквально красный. А это что? Палетка для контуринга. Ага. Попробуй вот этот. Я бы сказала, что это рубвумяне какие-то, а не контуринг. Абсолютно без понятия, что получится сделать при помощи этого контуринга. Но я воспользуюсь спонжиком, который тоже у меня уже был. Потому что вот этот вот белый, мне кажется, вытащит весь макияж в итоге. Будет делать маленький нос с тиктока напрямую. Да, это наносит хуже, чем я рассчитывала, но ладно. Я что-то думала, что он будет прям совсем классный. Сразу наношу золотинку хайлайтерную сюда. Слушайте, ну хайлайтер прям сияет так сияет. И прям гораздо лучше, чем Вариан Гранд сияет. А, да, он уже у нее не сияет. Берем наш эпический красный контуринг. Я не уверена, что я готова прям к красному контурингу. Но все мы когда-то были в чем-то не уверены. Он реально красный. Он красный. Но я абсолютно дам красному контурингу шанс. Потому что, знаете, вот сегодня это красный контуринг, а завтра это может быть мировой тренд. Поэтому кто знает, возможно, я сейчас тренд создам на красный контуринг. Или нет. Но выглядит странно. Я не знаю, как это исправлять. Это выглядит настолько плохо, что бахнем под глаза румяно-красный. Так, ну из приятного у меня реально получился болезненный вид. Знаете, тот самый, не фейковый. Брови, конечно, говно. Палетка контуринга, в принципе, не такая уж и плохая. Но я все еще не понимаю, почему это называется палеткой контуринга. Назовите на не палетку контуринга, а палеткой румянинга. Я была бы довольна. Поэтому оценивала эту палетку на... Как палетку для контуринга на 0 из 10, как палетку для не-контуринга на 5 из 10. Экспертное мнение. Экспертное мнение о цене от 1 до 10 палетку. Если бы я не знала, что это контуринг, я поставила 5-6, потому что я люблю румяшки такого цвета. И мы сошлись. Я буквально рассказала то же самое. О, секси. Берем тени. Она же выглядела так милом. Вот ее захотела взять. Посмотрим, что у нас здесь по цветам. В целом, очень хорошо. И это очень хорошо. А что так хорошо-то? Что я могу сказать? Он не прям суперярк. Он не глиттерный, да. Но очень приятный блеск. Я просто ведусь на блестяшки. Я не могу с этим ничего поделать. Очень приколдесно. Внезапный некосметический факт. В Таиланде было очень много собак. И они много гавкали. Знаете, что я не люблю? Много собак. Я люблю собак. Собаки мои друзья. У меня у самой много собак. У всех моих друзей много собак. Но знаете, когда ты гуляешь и идешь куда-то, как вы понимаете, уже не супер вечером, потому что даже ночные рынки не работают. И на тебя наваливается стая бродячих собак в количестве больше, чем 10 человек. Больше, чем 10 собак. Сознанется немножко не по себе. Факт закончился. Она была экстремалкой, накрасила косметик с рынка. Блестяшки. Ой, какие красивые. Зацените. Они осыпаются, конечно, как черт последний. Но очень красиво. Прям реально влажный, мокрый эффект. Могу сказать, что это, наверное, одни из самых лучших теней. Именно по виду. Из всех, что я пробовала. Понимаете, что я только что сказала? Сама не поняла. Так, немножко протушуем. Они прям супер влажные. Очень, очень красиво выглядят в жизни. Вы это видите? Хорошо видите? Так, ну-ка, писал в говны. Уходи. Вещь, которая меня интересует больше всего, подводка. Посмотрите, как она выглядит. Бренд называется от Бо Косметикс Продукс. Здесь все написано на тайском. Цена относительно всего даже не супер дешевая, потому что стоит 110 местной валюты. Это примерно на рубле 250. И здесь у нас, ага, слушайте, ну, похоже, даже неплохая подводочка. Блин, мне кажется, я сейчас не смогу дорисовать стрелки, потому что я их очень давно не рисовала. И будет очень плохо, если подводка кажется хорошей. А вот руки мои, кажется, уже не очень. Мне нужна минутка паузы. Меня осуждают за косы, но мне буквы Ю, это факт. Я не знаю, как комментируют этот факт, что подводка с рынка Таиланда лучше, чем подводка Арианы Гранде и Селена Голмас. Это при том условии, что их подводкой я пользовалась в момент моего, так сказать, от макияжного пика, а сейчас я месяц не красилась и подрасслабилась, и вообще мне неудобно, потому что я крашусь навезу. Да, очень-очень хорошо. Сделаю второй глаз, вернусь. Я все еще сторонник той позиции, что эта косметика явно лучше, чем косметика Селена Голмас или Арианы Гранде. А теперь тушь для ресниц от бренда Джина Глем. Ну, тушь выглядит немножечко странной, потому что она вся в каких-то волосах. Возможно, это та самая тушь с ворсистым эффектом, но пока мне это непонятно. Пожелайте мне удачи, надеюсь, мои глаза не отвалятся. Но вроде пока все нормально, ждем. Так, ну тушь просто полное говно. Здесь можно в целом даже не напрягаться и не красить. Она ни хрена не красит этот глаз, поэтому я даже не вижу смысла тратить дальше на это время. Сравним ради интереса тушь, которую я взяла с собой сюда. Это Vivienne Sabo вот такая вот. Очень люблю эту тушь, она была у меня в бютикбоксе, она у меня почти закончилась. Но даже с полусухой туши, я думаю, вы сразу увидите разницу. Во! Kiss Beauty набор помад. Ну, выглядит, конечно, классно, раздам всем друзьям, пусть используют. Ну, посмотрите, какая прелесть, как это все мило. Что это такое так? Это у нас, по-моему, блажь как раз-таки. Да, это румяна, румяна выглядит абсолютно потрясающе. Ой, слушайте, румяна класс, вот румяна я себе точно оставлю. Определенно мне нравится, сюда добавим тоже. Да, это новые приколы, привыкайте. Ставлю лайк этим двум сердечкам на 10 из 10. Матовая помада. Упаковка, конечно, вообще супер. О, смотрите, какая она милая, она такая милая. Ой, и цвет-то какой приятный. Пахнет типичный, кстати говоря, корейская косметика. Я не знаю, что это за бренд, надо вообще узнать. А что это за бренд? Где упаковка от него? Kiss Beauty. Что такое Kiss Beauty? Где это вообще было создано? Made by Shanto Yungi Cosmetics Go LTV. Если вы знаете, откуда это, то скажите. А еще здесь, кстати, знак зайца, ого. О, эта косметика, которая инситируется на животных, охренительную. Но точно, значит, не китайская. Возможно, это и есть корейская косметика, потому что пока абсолютно выглядит, как типичная корейская косметика. Ой, какая помада классная, ребят. Просто супер. О, вот это и воспользуюсь цвет прям то, что надо. Ммм, все было так хорошо, так хорошо, но она так тяжело наносится. Какой вывод я могу сделать? Ну, косметика с рынка похожа на косметику с рынка. Говна не было обнаружено, высыпаний обнаружено тоже потом не было. В целом, мое состояние кожи было норм. Если вы спрашиваете, что на макияж заклоновский на мне сегодня, он никакого отношения к рыночным не имеет. Ну, в общем, смотрите видео про одежду с рынка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok